Ух ты, ух ты! Какая свёкла опять наросла! Ох, какие бомбовозики! И куда же девать крупнющую свёклу? Куда? Не хочется такую крупную и в погреб убирать. Но можно из неё приготовить массу вкуснятины на зиму. У меня на канале есть такая вкуснятина. Мама сказала, сделай 30 банок и будет мало. Это салат из свеклы. И это правда, совершенно съели все баночки. Можно замариновать, можно сделать борщевую заправку. Но я сегодня буду делать икру из свёклы. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Лоди Свет. В этом году я очень мало делаю заготовок. Так мне пишут Светлана, для вашей рецепты. А не делаю заготовок, это так кажется. На самом деле, целый подвал, уже всё приготовлено, морозильная камера полностью забита заготовками. А не снимаю видео, потому что нового ничего не изобретаю. А всё старенькое есть у меня на канале. А ещё есть вот в моей книжке, которая называется «Консервируем овощи, фрукты, ягоды». Здесь огромное количество рецептов проверенных времени. Вот буквально по всем этим рецептам есть в этом году заготовки. Это то, что мы делаем как бы костяк. Без этого никуда. Если хотите знать, каким мы делаем годами, десятилетиями, даже полвека, делаем один рецепт здесь. Поэтому скачайте себе электронную версию или попросите, напишите мне, чтобы вам прислали вот такую печатную версию и, пожалуйста, узнайте всё про заготовочки. Это так. Ну, а сегодня про свёклу. У меня на канале есть рецепт свёклы «Действительно мама велела». Потому что мама с сестрой делает этой свёклой очень много. Они её используют как гарнир, в борщ, хоть куда. И этот рецепт обязательно в описании ролика я поставлю. Это салат свёклы. А сегодня я буду делать икру. И свёкла. Попробовала вот такая штука. Можно хоть на хлебушек, можно как подать немножечко как гарниру. В общем, говорить даже не могу, как это вкусно. Сделать очень легко. Ну, можно сказать, не мудрно. Одно дело, лук надо почистить много. А остальное всё ерунда. Поехали. Количество ингредиентов лука я взяла ровно один килограмм. А вот свёклу отварила заранее. Уж не стала вам снимать этот процесс. И свёкла у меня ушло 2 килограмма в чистом виде. Лук шкварчит на сковородочке. Не забудьте его посолить. Когда он ещё лучше зарумянится. Нам надо его не взять, но там румянить до коричневого цвета. Чтобы она хорошо прогонсироваться. Ну, чтобы почувствовать запах жареного лука. Пока лук жарится, примусь за свёклу. Свёкла, посмотрите, какая вкуснятина. Её нужно, в общем, измельчить. Ну, как бы в пюре, можно сказать. Я хотела её потереть, а потом измельчить. Но вот таким своим блендером и измельчителем попробую сразу. Нарезала на кусочки и измельчаю. Лук шкварчит, а свёкла превратилась в вот такую пюреобразную форму. Буду всё складывать в кастрилю. С этим способом измельчу всю свёклу. Тем более, она такая мягонькая, вкусненькая, сладенькая. Какая-то прекрасная. Она елась уже. Сорт называется мулатка. Лук, вот смотрите, вот такой у меня красивый, вкусный, ароматный. И сюда, в этот лук, я кладу пол баночки томатной пасты. У меня вот такая, 350 миллилитров, ну, грамм, кладу ровно половину баночки. Чуть побольше положила, 6 столовых ложек. И теперь перемешиваю вместе с луком и немножко пасту протушу. Вообще томатную пасту необходимо обжаривать. Ну, тогда считайте, что никогда не будет изжоги. Вот такая история. Сейчас ещё минуток 5 и лук буду тоже измельчать, как и свёклу. Готов мой лук с томатной пастой. Поэтому я вот сюда в измельчитель потихонечку добавляю и тоже буду измельчать. Такой вкусный лук, просто прелесть. Посмотрите, что у меня получилось. Какая прекрасная луковая паста. Всё, соединяем свёклу с луком, вот эту всю красоту. И будем тушить 15 минут. Смотрите, это ли не краски, да? Красота! И очень вкусно пахнет. Полезность. Теперь сюда я кладу столовую ложку соли. Ну, вот я всегда говорю, мне почему-то пишут гневные комментарии. Я всё могу попробовать и просто добавить на вкус. Три столовые ложки сахара. Ну, такие ложки полные, без горки. Чеснок буду класть в самом конце. В общем, сейчас мне надо минуток 10 на медленном огне. Масса будет плеваться. Пока свекла тушится, готовлю банки. Ну, самым научным способом, каким вы готовите банки. Вот, держу сейчас нагрев, ну, четвёрочку, троечку. Чтобы не плескалась, у меня есть вот такая крышка. Вот фикс прайс. Всё-таки не так стреляет. Ещё 5 минут. И я буду добавлять сюда чеснок, который пропустила через пресс. Кроме того, добавила чёрный молотый перец. Ну, в принципе, если вы любите какие-то другие пряности, то вполне можно сюда добавить. Масса готова. Добавляю сюда 5 чайных ложек уксуса. И вот чеснок, пропущенный через пресс. Ещё минутки 2-3, ну, чтобы уже чеснок прогрелся как следует. Да, всё это соединилось. Видите, как пыхает, пыхает. Буду раскладывать по горячим баночкам. Заметьте, что растительное масло никакое я не добавляю, потому что на растительном масле обжаривался лук и томатная паста. Я вот не очень люблю, когда в таких различных заготовках много растительного масла. Поэтому только лишь для обжарки. Ну, брала, может быть, 3 столовых ложки. Ну, всё готово. А теперь по горячим баночкам. Если вам мало соли или сахара, добавляйте именно на свой вкус. Ну, и закатываем. С этого количества свёкла у меня получилось 5 полулитровых баночек. Приятного всем аппетита! Попробуйте! И вы такой рецепт напишите в своих комментариях, понравилось или нет. Нужно укутать эту заготовочку до полного остывания. И храню это всё в погребе. Там температура у нас примерно 10 градусов. Можете хранить в холодильнике. Я не могу ответить на вопрос, можно ли хранить в обыкновенном шкафу. Ну, потому что так не делаю. Многие очень всегда спрашивают, где храните. Вот вам ответила. И приятного аппетита! Хороших вам заготовочек! Попробуйте и вы!